Способ третий. Переносим фотографию на стекло, распечатанную на фото бумаги. Распечатанная фотография должна быть на лазерном принтере. Наносим лак. Один слой вертикально высушили, второй слой горизонтально высушили. Конкретно на этих фото 5 слоев нанесено. Я хочу сделать настенные часы из стеклянной крышки от сковородки. Показываю сразу, приклеить фотографию на стекло нельзя, потому что крышка выпуклая, бумага плотная и будет топорщиться. Поэтому фотография фиксируется лаком и замачивается в воду для дальнейшего истончения бумаги. Замачиваем на 5-10 минут. И когда бумага хорошо промокла, начинаем скатывать ее пальцем. Чем ближе подбираемся к изображению, тем более аккуратно работаем, как саперы, дабы не порвать фотографию. Далее лицевую часть фотографии промазываем ПВА и приклеиваем к обратной стороне стекла. Поэтому этот способ называется обратный декупаж. Фотографию нужно хорошо разгладить, выгнать все пузырьки воздуха и расправить складки. Излишки ПВА убрать бумажным полотенцем. А теперь про лак. В художественных магазинах продаются специальные средства для переноса изображения, которые называются трансферными гелями или транскрилами. Но они очень дорогие, поэтому я использую строительный лак, он ничем не уступает. Чтобы понять, пригоден ли лак для защиты изображения, нужно просто попробовать его в деле. Если лаковая пленка при намокании и скатывании бумаги рвется или сильно растягивается, то лак непригоден. Приклеенную фотографию нужно сзади покрыть акриловой белой краской. После высыхания акрила зафиксировать его лаком. Описанным способом можно истончать и приклеивать не только фотографии, но и толстые декупажные карты, картинки из журналов и крупные распечатки. Приклеенную фотографию